Совсем скоро возвращается российская футбольная премьер-лига. И сразу же невозможно определиться, какие чувства сейчас переполняют. Вроде бы есть лиги посильнее. В самом разгаре английские, испанские и немецкие чемпионаты. С другой, он настолько родной, что готовы ему простить многие недостатки. Наши великолепные поля, незаполненные стадионы и не всегда интересная игра для болельщиков и телезрителей. Но что нас ждет? И как команды подготовились к финальному отрезку первенства? Это большой межсезонье, команды провели по-разному. Одни скупали игроков в трансферном окне, другие все время проводили в тяжелейших сборах, а некоторые только продавали. С другой стороны, это не запрещается, и каждый мог выбирать свой путь. В этом межсезоне я бы отметил несколько событий. Во-первых, продажи Хонды. У ЦСКА дела и так не ладились, а тут еще один из лидеров уходит. Но ведь армейцы не искали ему замены. Интересно, то как будут выглядеть красно-синие на финише, и будут ли они претендовать на чемпионство? Думаю, стоит обратить внимание на Цубера. Парень талантлив, плюс привыкает к российским реалям, да и время на поле у него должно увеличиться. Во-вторых, Зенит и его приобретение. Казанский клуб становится для них основополагающим при выборе игроков. Много российских футболистов появилось. Шатов, Рязанцев, Смольников. Так еще есть Аршавин, Киржаков, Ладыгин, Анюков и Зырянов. Укрепились еще и нападающим Рандоном. Своим мастерством и потенциалом способен выбить Киржакова из состава. В чем и заключается интрига. Противостояние Саши и Соломона. А на носу чемпионат мира. 2014 года. Вот так ситуация. В-третьих, Локомотив. Проводящий настоящие межсезонья. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Кучук готовит физически выносливую машину. Правда, такие на отгрузке могут сказаться. Вот совсем недавно в контрольном матче вылетает Тарасов. И не просто травма, а разрыв крестообразной связки. И полгода без футбола. А шансы тут на попадание в сборную и вовсе уменьшаются. Видимо, и без этого не был основным у Капеллы. Интересно, как раскроется замена Тарасова. Нет, не Шешиков. А воспитанник Лока Магомед Асдоев. Судьба перед чемпионатом мира 2014 года подарила ему шанс. И Кучук может дать ему возможность и время проявить себя. В-четвертых, Анджи и его межсезонная аренда. Давно я не видел такого количества арендованных футболистов в одном клубе. 11 человек пришли просто на полгода в команду. И уже летом все они разлетятся. Но фамилия радует глаз. Смолов, Быстроу, Белелединов. Когда видишь сплошные аренды, начинаешь понимать, почему в некоторых чемпионатах есть ограничения. Думаю, и у нас скоро придумают потолок. Выделить здесь кого-то одного трудно, ведь многие могут показать себя. Парни совсем недавно играли в сборные, а уже из-за своих зарплат не нужны никому и бегут в Анджи. Пожалуй, интересно будет посмотреть на Быстрого. В контратаках он очень опасен, ведь на скорости его не остановить. Еще, пожалуй, Бухаров, получив игровое время, способен забивать. И думаю, мячей 7-8 он сможет забить. В пятых, Рубин Безбердыева. Что это? Ведь никто не знает ответа на этот вопрос. Никто не видел Казанцев без своего бессменного наставника. Так ушел тренер, и команда, в которую он верил, начала разбегаться. Радон, Надха, даже местный любимец Рязанцев. А на пороге Навас и Еременко. Перейдет перестройка. Вопрос еще какой? Как она пройдет? И будет ли Белеридинов тем человеком, кто ее закончит? Интересно, дадут ли шанс выпускникам Рубиновской школы? И будет любопытно посмотреть на Тараса Бурлака. Он не играл в Локо, но тут другое. Ведь главный тренер тренировал его в дубли. И прекрасно знает, что может Бурлак. Выходит, что в РФПЛ есть свои интриги, которые могут заинтересовать наших болельщиков. Да и ведь наша премьер-лига нам ближе к звездной Англии, жаркой Испании или захватывающей Германии. Ведь только наш чемпионат мы можем смотреть вживую и переживать полноценные эмоции. Ждать осталось совсем недолго. А пока нашему вниманию предоставляется Лига чемпионов, в которой есть питерский зенит. Все-таки на международной арене клубные пристрастия опускаются. И зритель переживает за наших. Смотрите российский футбол.